Добрый день, дорогие друзья! Спасибо за это представление. Спасибо за предоставленную возможность выступить на столь уважаемой конференции. Давайте начнем. Первый слайд. Первый слайд посвящен целям устойчивого развития. Такой беспроигрышный слайд, когда можно на него посмотреть и сразу начинать говорить про атомную энергетику. Но я бы немножко вернулся назад. Вот эти цели устойчивого развития были сформулированы в 2015 году, а вот восемь целей развития тысячелетия были сформулированы в 2000 году. И также в 2000 году, вот у меня, к примеру, в памяти осталось выступление нашего президента Владимира Владимировича Путина в момент, он еще менее года был на этом посту, на саммите тысячелетия, где фактически его выступления были сформулированы и требования к будущей энергетике, и вопросы нераспространения ядерного оружия, и много других посылов, которые потом были, в общем-то, в нашей политике реализованы. И почему я об этом говорю? В общем-то, для горно-химического комбината вот 2000 год он явился таким действительно рубежом. История до этого, история после. Я постараюсь коснуться и одной истории, и другой истории. Следующий слайд. Вот если посмотреть на, что из себя представляет Росатом сегодня, то надо сказать, что действительно, Росатом является безоговорочным лидером. Если еще пять лет назад мы считали, что Арева наш самый главный конкурент, то сейчас этого конкурента с одной стороны нету, а с другой стороны вызовы настолько серьезные, настолько быстро меняется ситуация на международном рынке атомной энергетики и развитии технологий, что говорить о каком-то долгоиграющем лидерстве очень тяжело. И вот то, что Игорь Иннокенович коснулся, обращение с ядерным топливом, это действительно с одной стороны ахиллесово-пита атомной энергетики, а с другой стороны это окно возможностей, как принято говорить в наше время, для лидерства, технологического лидерства Росатома. И вот ради этого направления действительно нужно, можно и необходимо сделать все необходимое. Это самая, я считаю, такая горячая точка сейчас в истории развития атомной энергетики. Но для этого хотелось бы немножко коснуться, с чего все это начиналось и как это все трансформировалось во времени, что мы имеем сегодня в следующем. Значит, история обращения в России. Начиналось это все с начала, середины 50-х годов, когда появился первый блок в Обнинске. И уже тогда было принято решение правительством о необходимости реализации замкнутого топливного цикла. Вот по этому направлению страна шла абсолютно твердо и четко направлено. Никогда с этого пути не сворачиваю. В отличие от той же самой в Соединенных Штатах Америки. И первым производством, который был задуман, это был завод РТ-1. Вот завод РТ-1 по своей философии это было то, что сейчас представляет собой ОДЦ, сооружаемое на ГХК, по отношению к будущему заводу РТ-2. Это было опытное производство, которое... Основной задачей было освоение технологий самого широкого спектра. При этом такие вещи, как экономика, экология, где-то может быть даже безопасность, они как-то рассматривались на расстоянии. Самый ключевой момент это отработка был технологий. Для того, чтобы это можно было уже реализовать в других производствах. РТ-2 и даже РТ-3 существовал в планах. И поэтому РТ-1 имеет свой совершенно четкий характер. При этом, когда говорят 400 тонн мощность переработки проектной, на самом деле это не так. Он постоянно развивался, начиналось все с заданий там на 100 тонн. А 400 тонн было констатировано в ходе опытных работ по переработке в 90-х годах установленная мощность. Это то, что производственники с учеными установили по факту целого ряда проектов. Отсюда появилась величина 400 тонн. И завод РТ-1, он постоянно опробивал те или иные технологии, которые предполагалось дальше применить на следующем заводе РТ-2. И завод РТ-2 в общем-то сооружался почти одновременно с маленьким таким гандикапом, но почти одновременно с РТ-1. Вот теперь следующий слайд про РТ-2. Честно скажу, что я об особенностях этого завода, о многих особенностях узнал только буквально года два назад, когда оказался на ГХК. Просто не было материалов в руках, а многие вещи были просто забыты. Когда-то в начале 2000-х годов у меня был разговор с Борисом Васильевичем Никипеловым, какой-то такой полемичный разговор, он сказал, как ты думаешь, почему завод РТ-2 не был построен? Я сказал, ну, наверное, вот экономика, то, о чем сегодня уже упоминалось, Игорь Иннокентьевич сказал, что по причинам экономики, он сказал, нет, в том виде, в котором он был задуман, он был не нужен. Вот примерно такой был вывод этого апологета переработки. Я тогда этого не понимал. А сейчас все представляется уже в другом свете. Этот завод по своим задумкам действительно передел свое время, и его время в тот момент просто еще не настало, в отличие от той ситуации, которая развивается сегодня. И что тоже очень важно сказать, я вот до последнего времени считал и восхищался инициативой французов начала 2000-х тоже уже годов, это процесс COEX, так называемый, где заложена была интегрированная фабрикация вместе с переработкой и неразделение урана-плутония. Так вот оказалось, что многие из этих вещей были заложены нашими предшественниками уже в завод РТ-2. То есть он был, задумал действительно как инновационные и на самом гребне технологии, там задумался интегрированная система обращения с РАО, фабрикация топлива, уран-плутония, хотя теплового топлива, параллельно, как мы знаем, на РТ-1 развивалась идеология быстрого уран-плутония топлива. И заложена была уже идеология фракционирования ВАО, причем комплексная технология. Но что, скажем, было на расстоянии, что этот завод, скажем так, оставляло сзади? Это безусловно, то, что на первых порах это была подземная закачка отходов, потом она была скорректирована, и в начале 90-го уже в проекте появились новые переделы, которые позволяли уже отказаться от подземной закачки. Ну и что самое такое, не то чтобы не возмутительно, а какое-то поражающее воображение, то, что он задумывался как такой максимально экстенсивный завод, то есть денег никто не считал. То есть просто для сравнения скажу, что вот в проекте завода было чуть менее сотни зданий и сооружений, которые планировали сооружить к созданию. Конечно, это была совсем не та идеология, которую сейчас мы разделяем, но тем не менее эту историю надо знать и очень четко понимать, где мы находимся сейчас и куда двигаться и в какой последовательности необходимо. Ну вот на этом об истории я бы предложил закончить. Следующий слайд уже начало того, что мы имеем сегодня. И первый слайд это будет о технологиях транспортирования. Слайд всего один, я скажу такими общими мазками. Страна у нас континентальная, поэтому транспортировка железнодорожным транспортом применительно к энергетическому топливу, она является не то чтобы предпочтительно, она является единственной. Если для других видов топлива основаны мультимодальные перевозки, включая даже авиационную перевозку, морской транспорт, авто, то для энергетики это исключительно железнодорожные перевозки. И сегодня мы находимся в ситуации, когда с одной стороны эти технологии хорошо развиты, статистику перевозок по ГХК вы видите, это действительно огромный объем с точки зрения безопасности, никаких сколь-нибудь серьезных событий не было за всю эту историю, и это очень хорошо. Вместе с тем надо отметить, что сейчас мы находимся на пути, точнее сказать, на этапе замены транспортных средств, которые сейчас используются. Сейчас реализуется сразу несколько проектов, в последнее время под свое крыло текст на бэкспорт взяла это направление. Я надеюсь, что в ближайшее время появятся более совершенные транспортные средства, транспортные контейнеры, для обеспечения безопасной, емкой, экономичной перевозки ядерного топлива. Следующий. Теперь по хранилищу мокрому. Мокрое хранилище это аналог хранилища на РТ-1, оно было пущено примерно на 15 лет позже. Оно с одной стороны очень похоже по своим технологиям, но вместе с тем отличается серьезно тем, что в отличие от РТ-1 осуществлена не сухая разгрузка ядерного топлива, а подводная. То есть контейнер с технологической точки зрения сначала направляется подводу, точнее сказать, сначала производится расхолаживание, потом проводится во вскрытие подводная перегрузка ТВС, это отличительная особенность. Но еще более важно, что это просто отличительная технологическая особенность, но важно, скажем так, события, которые последовали за этим пуском и которые позволили сегодня иметь это ключевую для нас во многом единицу производственных мощностей с точки зрения безопасной эксплуатации. Была произведена очень серьезная реконструкция этого объекта, в первую очередь по изменению у совершенствования инженерных систем, повышению емкости, создана система мониторинга за, скажем, целостность и справа состоянием этого хранилища. И, в общем-то, в сравнении с проектными решениями, это совершенно другой объект. Все это позволило в 2015 году осуществить продление эксплуатации этого хранилища еще до 1945 года. Поэтому это для нас действительно очень важное направление в области безопасности и целым комплексом работ это поддерживается. Следующий. Значит, здесь вот сказаны основные принципы обеспечения безопасности, которые для мокрых хранилищах являются классическими. Я на них не буду останавливаться. В общем-то, это такие очевидные вещи. Тем не менее, они все время в поле зрения и внимания, поскольку объект крайне важный. И мы знаем, какие могут быть аварийные ситуации на каких объектах. Следующий слайд. Теперь о комплексе сухих хранилищ. Здесь приведена хронология событий, как это все сооружилось. Действительно, скажем таким, посылом серьезным было в свое время эта задержка созданием завода РТ-2. Это раз. То есть, сдерживание накоплений топлива. И второй момент очень важный. Действительно, критическая, уже в горизонте видная критическая ситуация с накоплением топлива РБМК на атомных станциях. И вот прием первого эшелона в создаваемое хранилище в 2012 году, это было на Реслеинградской АЭС был принят первый эшелон. Это было очень важным событием, которое позволило действительно всем вздохнуть и сказать, что вопрос в определенном горизонте был решен на тот момент. Ну и нужно сказать, что идеологией было создать это хранилище в две очереди для того, чтобы обеспечить полный объем для размещения РБМК. Надо сказать, планы по РБМК у нас менялись, вы в курсе всему себе и продление блоков и так далее, и поэтому вот эта синхронизация жизненного цикла реакторов РБМК и вот этого объекта, она была постоянно в поле зрения. Следующий слайд. Я чуть-чуть остановлюсь на технологии, не вдаваясь в подробности, в чем состоит эта технология, в чем и отличительная особенность, потому что это очень важно понимать с точки зрения обеспечения безопасности. Туки 109, в которых топливо приходит, они везут себе, если мы говорим о РБМК, уже готовые ампулы к дальнейшему обращению, в которые помещены пучки ТВЭЛов, которые получаются на атомных станциях в камерах разделки. На две части режется сборка и тем самым загружаются вот такие вот пеналы, которые затем приходят на горно-химический комбинат. По сухому принципу производится разгрузка чехла с этими пеналами. В горячей камере, в условиях горячей камеры осуществляется перегрузка их в пеналы хранения и герметизация этих пеналов хранения. То есть это первый барьер, скажем, безопасности с точки зрения герметичности. В инертной атмосфере хранение осуществляется. Если мы говорим о РБМК, то это 32 ампула в пенал встает. Если говорить о ВВР-1000, как бы это следующая очередь нашего проекта, это 4 ТВСки в один пенал. Далее пенал размещается в гнезде хранения. Вот справа как раз показано, как происходит размещение, после чего гнездо хранения герметизируется. Это вторая степень, скажем, герметичности. Не физического барьера, а степень герметичности. То есть само по себе это много барьерное с точки зрения безопасности сооружение. И что очень важно, следующий слайд. Вот здесь мы видим внешний вид такого монтажного зала, зала хранения топлива. И справа написаны те посылы, которые обеспечивают безопасность. Те тезисы. И надо сказать, что с точки зрения безопасности хранилище находится на самом высочайшем уровне. Это и многобарьерность, это пассивная система обеспечения теплоотвода. То есть практически при любых очень высокая сейсмоустойчивость сооружения, практически при любых событиях внешнего воздействия будет обеспечена безопасность хранения топлива. Проектный срок службы этих хранилищ 50 лет, но сомнений, что это может быть продлено, если это понадобится, ни у кого нет. Следующий слайд. Вот так выглядит комплекс как раз хранилищ и так же и выглядит на переднем плане вот вы видите комплекс ОДЦ. Это вторая очередь ОДЦ. Александр Анатольевич сегодня демонстрировал фотографию годичной давности. Вот это фотография примерно полуторамесячной давности, где видно полный комплекс сухих хранилищ, мокрое хранилище. На переднем плане в правой части это ОДЦ, который находится на итоговой стадии завершения сооружений. По сути своей, по философии, вот этот ОДЦ это прототип будущего завода РТ-2, но совсем с другими философскими установками. Первоочередная установка это безопасность и эффективность технологических решений. Безусловное отсутствие технологических сбросов это даже не обсуждается как бы возможно это или невозможно. И второй момент конечно экономика переработки. Следующий слайд. Вот здесь показаны как бы основные посылы, основные как бы вехи и основные принципы технологические особенности ОДЦ. И надо сказать, что вот все, что сейчас происходит, а сейчас многие посвящены в такой проект или серию проектов как сбалансированный топливный цикл, это в принципе важнейший объект по проведению, опробированию тех или иных технологических решений сбалансированного топливного цикла. Вот единственное, чего, скажем так, не было проектно предусмотрено во втором пусковом комплексе, то есть в развитии уже, это технологии фракционирования. Но все это возможно и это все реализуется в той или иной сфере на первом пусковом в части исследовательских камер. Следующий слайд. Вот здесь как раз приведены вот такая классификация, которая за последние годы стала такой более-менее общепризнанная, она во многих уже докладах фигурировала, а склонной принцип которой два момента. То есть первое это наличие и характер жидких сбросов. Первое и второе поколение мы видим это заводы, которые жидкие сбросы невольно генерируют и имеют. Третье поколение это отсутствие жидких сбросов, это стандарт сегодняшнего дня, в первую очередь технологический сброс, стандарт сегодняшнего дня. и третье поколение это уже тот завод или те технологии, которые позволяют очень гибко получать самые разные результаты этой переработки. В первую очередь это конечно же возможности в области фракционирования с целью дальнейшего выжигания и полезного использования продуктов. То есть это вот такая классификация. Сейчас мы по сути дела находимся на стадии освоения третьего поколения. На стадии освоения. Следующий слайд. То, что делается сейчас на первом пусковом. Ну вот уже звучало там в слайдах было, что с 17-го года начаты опытные работы с активностью в рамках первого пускового. Сейчас реализуется каждый год реализуется комплекс работ в партнерстве с радиоинститутом, с девятым институтом, с МИНМ в области совершенствования технологий переработки. Сейчас развиваются работы в области фракционирования. Для всего этого очень активно задействовано ОДЦ и первый пусковой комплекс. И второй уже сейчас с точки зрения новых посылов нами рассматривается уже его дальнейшее развитие. Следующий слайд. Ну и безусловно очень резонансный такой проект это создание жидко-солевого реактора. Почему резонансный? Ну, наверное, он с одной стороны подзадержался, старт его, потому что мы знаем, что уже во многих многих странах это очень активно рассматривается. Но скажу, что в этом году уже рассматривается, планируется запуск аналогичного реактора меньшей мощности в Китае. Американцы минимум, я знаю, три проекта, четыре проекта, которые они реализуют в области жидко-солевых технологий, но пока на стадии предпроектной даже проработки. То есть реальных планов по созданию нет. Тем не менее, как реактор четвертого поколения это рассматривается во многих странах. И разные страны находятся на разном этапе освоения этой технологии. Но в чем серьезное отличие нашего проекта? В том, что это не реактор энергетический, не бридер, а реактор-сжигатель. Именно под это будут все заточены технологии, которые связаны с топливообеспечением этого реактора. И, соответственно, технологии, которые связаны будут с технологиями переработки или регенерации топлива этого реактора. Поэтому это свое направление и направление имеющие совершенно четкий характер. И стоят сроки достаточно жесткие, чрезвычайно жесткие. В левой стороне слайда вы видите, которые перед нами стоят. И это все в условиях необходимости совершенствия наркомативной базы, потому что мы знаем, какой серьезный путь пришлось пройти проекту прорыв, и даже он еще до конца и не пройден. Здесь ситуация не менее масштабная, не менее сложная. Но, тем не менее, это работа, которую просто необходимо делать. Поэтому проект для нас крайне важный, очень перспективный и, в общем-то, создающий будущий комплекс, облик горно-химического комбината в полном объеме. Вот завершающий слайд презентации как раз и показывает тот будущий облик, который должен быть создан на этой площадке. Ну, о ПИЛ сегодня уже разговор был достаточно серьезный. Это действительно важнейший объект в области замыкания, окончательного замыкания топливного цикла и комплекс исследований, который должен проводиться на этой площадке, он также очень важен и дополняет всю эту картину. На этом все. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.